всем привет сравнение смартфонов realme 6 pro на 8 гигабайт оперативки 128 гигабайт встроенные памяти против apple iphone 7 со стоимостью наличия можете ознакомиться в описании к этому видео также сравнить стоимость этих устройств вот по внешнему виду тут видим конечно же намного габаритней realme диагональ дисплея 6 6 дюйма против 4 и 7 дюйма у iphone причем тут безрамочный дисплей тут с рамками сверху и снизу помимо экрана на передней части еще кнопка управления совмещена со сканером отпечатка пальцев и над экраном разговорный динамик фронтальная камера и датчики тут фронтальная камера в левом углу встроенном дисплей справа кнопки включения тут кнопка тоже наши кнопки включения также совмещена со сканером отпечатка пальцев на правой грани налет на левой грани кнопки игровки громкости слот пута две наносим карточки уры ru Amber тут на одну наносим карточку и есть джек для наушников Shirley на нижней части тут же эко для наушников нет окей разблокируем устройство так это нужно включить по материалам корпуса тут пластик quad-камера сзади одинарная камера но металлический цельнометаллический корпусу айфона вот по толщине вот так вот соотносится конечно iphone намного компактнее устройство ну диагональ дисплей конечно очень маленькая по современным меркам ios 13 тут android 10 android 10 плюс что сразу хочется отметить что на релме 6 pro дисплей поддерживающий повышенную частоту обновления кадров тут 90 герц дисплей айфон и так понимаю стандартная 60 может даже меньше вот этого точно не знаю но тут явно больше на релме 6 про это конечно вот в менюшке очень плавно работает менюшка очень плавно работает браузер анимации но больше это нигде сказываться не будет для того чтобы в играх это например работала на что как бы лучше всего где лучше всего проявляется это повышенная частота кадров этой игры игры не поддерживает то есть больше всего это по обмобайл он поддерживает 60 кадров при максимальных настройках не 90 то есть в играх это заметно не будет это поддерживаться не будет но в менюшке на менюшка работает плавно браузер работает плавно приятно для глаз это заметно 90 кадров это только до в полтора раза больше чем стандартно это реально заметно а есть уже устройство по моему galaxy s20 да и galaxy s20 там даже 120 кадров там вообще очень плавно работает но такая же проблема помимо менюшки и браузера это нигде не заметно айфона есть 3d touch вот на каждой программе можем в быстром доступе выбрать что-то интересующее будет у нас опцию в каждой программе практически хорошо давайте теперь перейдем в антуту бенчмарк в гигбенч 5 для начала в антуту бенчмарк позже вот по техническим характеристикам apple и 10 чужим четырех ядерные 2 и 3 герца 2 гигбайт оперативной памяти тут 8 гигбайт оперативной памяти уралми процессор от qualcomm stand dragon 720g восьми ядерные 2 и 3 герца в виде ускорителя дрэна 618 смотрим результаты тестов так и видим что iphone выиграет аналерный тест но проигрывает мультиядерный тест незначительно кстати что-то с яркостью уже не выключена то ярко это и по дисплеем уралми 6 pro full hd дисплей 2400 на 1080 точек даже full hd plus это и без матрица у айфона также и без ретина hd разрешения 1334 на 720 точек примерно до на 750 точек то есть это hd plus дисплей тут full hd plus дисплей тут hd plus дисплей так и смотрим на цифры в антуту бенчмарке 264 281 тоже чуточку так как и в гигбэнч 5 релми 6 pro мощнее чем iphone 7 переходим в браузер посмотрим на сайт samsung.com и сможем по нему оценить где быстрее работает до интернет производительность интернете подключены к одной сети вай фай перейдем по этой ссылочке релми был быстрее тут айфон чуточку быстрее но в общем тут особой разницы быть не должно на некоторых устройствах бывает вообще четко показывает тут вот айфон айфон будет быстрее то релми и ком тут примерно одновременно чуточку релми был быстрее то есть видим что в принципе ну наверно все таки айфон да он больше процент попыток загрузил быстрее но все равно больше раз был быстрее но все равно плюс-минус там разница небольшая по скорости загрузки интернету и нужно еще как бы добавить крылами то что ты стой побольше браузинг лучше больше информации помещается на дисплей то же самое относится к фильмам сериалам ютюбу просмотру ютюба и конечно 90 герц этот коль приятный бонус в браузинге когда все плавно работает так идем дальше откроем тяжелую игрушку по мобайл сейчас давайте чуть-чуть подождем посмотрим пропускать загрузку не будут чтобы если не будет никаких обновлений на устройство кто можно будет оценить скорость загрузки меню на похоже не будет и сможем сейчас четко оценить скорость загрузки меню игры iphone загрузил быстрее приходной почте всегда с аналогичными по мощности примерно и по стоимости они всегда загружают игры быстрее и вот видим что и лучше будет работать игра на айфоне она лучше тот оптимизированным графика лучше максимум графики можно выставить тут только и высокую частоту кадров также как и на рэлме и высоко графика то есть вот даже самой единственной игре который вот поддерживает ну хоть как-то более менее высокую частоту кадров 60 fps может поддерживать папка мобайл и кто тут даже не поддержатся этого то есть тут будет 30 fps так что в игрушках вообще никак это повышенная частота кадров вообще никак не будет сказываться то есть он даже нет не тянет никакую игру даже на 60 это устройство только браузер и только меню игры тут вот тоже galaxy s20 а можно игрушка хотя бы на 60 кадров смотреть тут этого нельзя но устройство конечно и значительно дешевле мы видим одинаково работает по плавности все тоже самое по графике до чуточку приятнее выглядит игра на айфоне вот так принципе разница небольшая на самом деле вот эти уровне графики они вот не сильно друг от друга отличаются чуть-чуть отличаются на не сильно вот больше конечно решает чистота кадров восприятие игры чем уже чисто кадров тем лучше и вообще игра работает лучше закрываем так и давайте теперь по камере камера конечно же намного функциональнее на намного функционально тут она qwad камера против одинарной 12 мегапиксельной камеры на айфоне тут 64 плюс 12 плюс 8 плюс 2 мегапикселя но покажу вам примеры снимка в обычном режиме на камер этих устройств сравнение что касается автономности то лучшая автономностью релми 6 про даже с 90 герцом тут 4300 миллиметров час батарейка также поддерживается быстрая зарядка и она идет сразу в комплектации у айфона плохая автономность это худший айфон семерка худший айфон по показателю автономности он проигрывает восьмому айфону проигрывает 6 с ну и тем более сейчас уже айфонов еще лучше автономность у больших там xr x xs у них значительно лучше автономность чем у семерки то конечно и тут значительно хуже автономность будет если поставить на релми в настройках обычные до 90 герц дисплей который будет экономить ну точнее будет не экономить то будет просто обычный расход батарейки как на других устройствах вот это можно отключить настройках обновление экрана сейчас ты это автоматически вот 60 герц 90 герц 90 герцах он будет все равно больше держать батарейку чем iphone 7 но не намного и намного дольше будет держать в 60 герцах вот такая вот ситуация по автономности на этом все спасибо что посмотрели это видео подписывайтесь на call максимум был комментируйте ставьте лайки и ждите новых видео пока